так здравствуйте дорогие друзья приветствую вас всех на нашем канале сегодня очень интересная тема и очень важная тема карабахских армян об их предках и самое главное из уст самих армян армяне сами расскажут кто они такие как известно многие армяне в карабахе именно те которые считаются коренными жителями они арменизированные армяне и к армении к армянской армянство не имеет никакого отношения и вот об этом последнее время сами армяне начали говорить и громко кричать об этом требует от мирового сообщества чтобы этим вопросом занялись потому что это продолжается по сей день арменизируется история культура памятники на горном карабахе и самих жителей вот например например на фотография вы видите я просто так вот вот что делается вдоль дороги везде армяне пришли везде вот рисуют там эти хачкары везде устанавливает везде закапывает это самое главное делают потом закапывать что типа потом во время раскопок находились вот такие хачкары и сказали что видите это все наше потому что это хачкар все знают что это межовой столб и с религий очень даже почти что ничего общего не имеет это просто делается в виде креста для того чтобы использовать христианство как прикрытие как прикрытие и показать миру христианскому миру о том что вот смотрите мы христиане вот нас режут убивают какие-то там люди и так далее и тому подобное а на самом деле смысл этого хачкара в том что вот где этот хачкар есть армяне считают эти эту территорию свои поэтому где бы армянин не появился там первую очередь появляются вот такие хачкар они моментально начинают устанавливать эти на этих территориях закапывать устанавливать эти хачкары что будущем претендовать на эти территории это исторический факт что и происходит и происходило и происходит в наши дни на городом карабахе уничтожена вся история вся культура памятники на гордом карабахе и везде стоят вот эти хачкары а те которые церкви которые были на этой территории не только на гордом карабахе современной армии нынешние на территории нынешней армии все эти церкви относится к албанской истории и они все арминизированы вот о чем забили тревогу многие карабахские так называемые армяне я сейчас например ознакомлю вас с одной статьей интервью с одним из них потом еще с одним из них выставлю ролик где другой армянин арминизированный армянин нагорного карабаха об этом говорит так вот один из них его зовут артур агаджанов видите статья новая свежая 20 числа 18 год этого месяца то есть декабря 12 месяц так поехали вопрос вы занимаетесь исследованиями истории кавказской албании азербайджан разоблачениями армянских исторических фальсификаций и пропаганды в чем важность этой деятельности задается вопрос гостю в течение многих лет отвечает артур я изучаю историю кавказской албани которая неразрывна с историей азербайджанского народа наследие кавказской албании неразрывно связано с тюркскими народами региона это наследие было присвоено и и уничтожено со стороны армянской церкви и чемятзина более того тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать это значимая часть истории и формирования христианского населения как карабаха у многих карабахских армян до сих пор сохранились тюркские фамилии что говорит о тюркском прошлом и культурно-исторического наследия к примеру наш род агаджановых родственницы долухановыми и ахшебековыми и другими известными народами карабахских христиан тюрк которых армянизировали впоследствии армянской церкви а чемятзина 19 20 веках в 2016 году ростовский исследователь эдуард вартанов кстати он тоже как бы армянин карабахской но армянизировал и мы с группой карабахских армян обратились птицы к мировому сообществу с просьбой спасти албанское тюркское духовное культурное историческое и архитектурное наследие от армянизации в этом совместном обращении подписанном движением за восстановление албанской автокефальной церкви и наследие тюрок христиан отличается от имени группы карабахских тюрок христиан представляете они даже себя армянами не называют они называют свое себя именами своих предков от имени группы карабахских тюрок христиан которые являются потомками карабахских алмян албанцев обращаемся к мировому сообществу с просьбой сохранить отстатки албанского духовного культурного исторического и архитектурного наследия от армянизации в петиции также отмечается в течение двух последних столетий нас насильно подчинили армянской церкви чмятзина лишили этнического самосознания храмов и записали в этнических армян в то время как карабахские христиане исторически подчинялись албанской автокефальной церкви упраздненной в начале 19 века и преданной вместе со всем ее наследием армянской церкви чмятзина мы призываем всех неравнодушных поддержать эту петицию под названием призыв к международным организациям спасите наследие албанской автокефальной церкви и армян копчаков которая размещена на этой на сайте общественных петиций я вот эти ссылки оставлю в описании под этим роликом участвуйте тоже принимайте участие в голосовании этой петиции мы призываем научную общественность россии а также о униска другие международные структуры указа оказать поддержку спасению культурно и духовного наследия а низко крымско-донских армян а также карабахских христиан до наших дней хранящих верность святяна святым албанской церкви вопрос как вы думаете есть шансы что инициативу группы ваших активистов найдут широкую поддержку среди армян я считаю что уже есть армяне из разных стран в первую очередь представители интеллигенции вступает за очищение армянской истории от фальсификации и мифов без этого не удастся остановить конфликт армянского народа с соседними ведь именно агрессивная нацена националистическая трактовка армянской истории привела к права кровавым межэтническим конфликтам хочу отметить что большую роль в разоблачении армянской исторической фальсификации играть исследования и документальные фильмы армянского исследователя филиппа экзаянса который открывает глаза армянскому обществу на то каким образом его дурит армянская пропаганда мы знаем что в азербайджане инициирован проект информационной поддержки армянской общественности проект детектор лыжи которые позволяют на основе научных исследований изучения архивных источников восстановить настоящую историю региона и разоблачать армянские фальсификации дальше вы можете читать интересные вещи тут написано интервью небольшая вот я так сделаю а вы в режиме паузы можете ознакомиться с этой интервью так вот о чем говорится в этой статье интервью с армянином артуром армянизированный армянин в этом нагорном карабахе очень многие армяне об этом знают те имеется армяне армянизированные армянин которые действительно являются одними из коренных жителей жителями этого региона нагорного карабаха предками которые являются народы азербайджана это же те же тюрки христиане наши предки тоже и уйдины и так далее и тому подобное они карабахские армяне прекрасно об этом знают и хотят бороться с этим конечно же не там сейчас карабахе которые оккупированы да потому что там если кто-нибудь об этом скажет мы прекрасно знаем что с этим человеком там сделать но как только им удается вырваться оттуда они начинают говорить об этом они начинают кричать на весь мир что их насильно армянизировали и продолжают это делать разрушает культуру историю архитектуру памятники которые принадлежат потомка предкам нашим и в том числе тех армян организированных армян которые там проживают те которые пришли армяне навязывают свою историю религию на местных армянизированных армян ворует все что есть кухню культуру опять же историю памятников архитектурные построения и так далее и тому подобное там ведь эти церкви которые стоят все об этом уже знают и дальше будут узнавать на эту на это направление много чего делается чтобы люди знали правду эти церкви это исторические древние албанские церкви которые присвоено армянами и армянизировано все это так сейчас я вас ознакомлю с одним еще армянином его многие знают спасибо нашему брату рамину хабибова он подготовил этот ролик я сейчас включу и послушаем шах назарова опять же повторюсь его он довольно известный человек он режиссер советского советской свое время и нынче российской известный режиссер давайте послушаем что он говорит о своих корнях потому что тоже карабахский армянин как бы скобках считается есть сейчас узнаем что он об этом думает и говорит основатели карабах они были тогда тюрки и фамилия у нас конечно не армянская шах назар шах назар шах назар это не армянская фамилия наш прапрапрадед кстати гусейн шах назар мельк шах назар гусейн мельк шах назар кстати гусейн имя мусульманское а потом они забыли что они с тобой армянизировались вакуум не хотелось бы съездить потому что отец хотел последний год его тоже уже не мог ехать почему он богинец его ну конечно в боку меня вообще не пускают почему у меня армянская кровь наборный карабах как-то была неделя российского кино лет пять шесть назад и они меня включили а те сказали нет там в карабахе жили же все вместе армяне азербайджан все жили одной семьей я там был замечательно что в этот дом зайдешь что в этот дом было карабаха нелегкой но я надеюсь что будет найден какой-то приемлемый для народа карабах вариант этот вариант не будет военный я думаю что я конечно честно говоря далек я никогда не был должен был как-то поехать в карабахе хочу и получилось но я в общем ценю в себе вот этот вид так вот услышали шах назарова о том что кем являются его предки откуда его рот идет то же самое армянизированный армянин так скажем он это говорит о том что по поводу приезда в баку и так далее этот вопрос тоже известен просто азербайджанский народ так устал от предательства со стороны армян со стороны армении уже это открытый вопрос все об этом знают не хотят с этими людьми иметь какие-то дела которые являются армянами вот и они очень многие из них начали говорить о том что они армянизированные и хочется и в баку и общаться с азербайджанцами и так далее с народами которые проживают в азербайджане они считают потому что они понимают что эти люди их предки то есть предки этих народов одни и те же люди мы родственные народы в азербайджане нас стравили и используют против друг друга и вот в таких моментах страдают такого рода людей то же самое с азербайджанцами граждан азербайджан попробуй кто-нибудь поехать в армению хотя они там да приезжай там встретим вы чё вас там никто не тронет но мы-то знаем мы это видели там вы видели то из министерства из авиакомпании армянской чиновница титовик его зовут по моему только что за то что она пила кофе с азербайджанца своей коллегой будем так назвать его там чуть ли не режут не убивают только потому что она где-то пила кофе с азербайджанцами обсуждали гражданские дела гражданская авиалиния вопросы гражданские авиалинии то есть все это понятно но факт остается фактом этот вопрос как бы актуален конечно же мужество этих армян которые начали об этом говорить ценится молодцы эти люди и остальные арменизированные армяне в нагородном карабахе должны понять не то что понятно нет все это понимает и знает просто набраться силой смелостью и говорит об этом и требовать свои права и требуется что прекратили их ассумилировать арменизировать воровать украсть уничтожать историю древнюю историю этих регионов к культуру архитектуру памятники ведь все уничтожается все арменизируется то что уничтожается уничтожается то что остается это все арменизирует арменизируется стоит у них все очень просто нарисовали там где-то хачкар, вот это свой хачкар, и все. Это как на природе, да, вот эти звери, извиняюсь, там, помочили свою территорию, ходили, помочили, открыто пассали, и все, и считается это их территорией. Они вот тоже в этом вопросе используют вот эту хачкар. Эти хачкары рисуют каменотесы работают круглосуточно, как завод, выпускают вот эти хачкары, и остальные армяне растаскивают по всей территории. Территория не только там в Азербайджане, в нашем Нагорном Карабахе, и вообще по всем странам. Вы видели наверное этот ролик даже в России. Русский человек возмущен тем, что в Томске, в Сибири устанавливают этот хачкар, и он рассказывает, что этот хачкар означает, что это межовой столб, потом они будут считать эти территории своими, и так далее. Кто-то, если не видел, можете, знаю, в поиске пробить, Томск-хачкар, или хачкар в Томске, наверное, выйдет этот ролик. Кто не видел, не слушал, послушайте. То есть, это актуальная такая проблема. Вот о чем я сегодня хотел с вами поделиться. Спасибо всем, счастья, здоровья, и мирного неба над головой. Вот и все. Так, пока всем. Субтитры создавал DimaTorzok